Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а значит вы на канале Лёша Играет. И кстати, не забывайте на него подписываться. Вы же знаете, как я люблю новых подписчиков и ваши комментарии. А я продолжаю рассказывать вам историю развития серии Цивилизация. Сегодня вторая часть. Sid Mears Civilization 2. В данный момент вы видите заставочный ролик из игры. Sid Mears Civilization 2 вышла в 1996 году. Ну и представляла собой, собственно, ту же самую первую Циву, только с довольно большим количеством косметических изменений. А вообще я прекрасно помню, как сам впервые играл во вторую Циву. Я увидел тогда в киоске, рядом с магазином товара для женщин в Минске, вот минчане знают, о чём я говорю, увидел в киоске обложку диска, на котором был Наполеон изображён, и написано «Цивилизейшн 2». А так как я пришёл к этому киоску уже с деньгами, с намерением купить какую-нибудь игру, я быстро купил этот диск и побежал к своему другу. Я не помню, почему к нему, а не к себе домой, но сначала к нему. Отвлекусь на минутку, заставочный ролик, видите, уже закончился, и смотрите, кто создавал игру. Брайан Рейнольдс, Сид Мейер и Брюс Шелли. Это сейчас уже легендарные имена и фамилии. Брайан Рейнольдс потом был ведущим дизайнером Сид Мейер Альфа Центавра, а потом и создал свою собственную, правда не очень удачную, в моём представлении, стратегию Rise of the Nation. А Брюс Шелли стал создателем Age of Empires, вот как раз после второй цивилизации. Ну вот, видите, я начинаю уже новую игру, вначале там можно было сценарий выбрать второй мировой войны, римского завоевания, по-моему, а это вот уже просто новая игра, можно выбирать размеры карты, ну всё, как и в теперешней цивилизации, как видите, ничего не поменялось. Архипелаги или континенты, холодно или горячо, влажно или сухо. Как видите, в этом плане не меняется ничего, и это не претензия. Я так считаю, что если механика работает, зачем её менять? Ну, выберу сложность King, Король, я просто давно уже не играл, поэтому не помню, насколько сложно. А, вот видите, я вам опять показываю, какие сценарии можно было выбрать, Рима и Второй мировой. Как и в прошлой цивилизации, только семь наций могло быть, но уничтожая одну нацию, ещё другие рождаются. Но это в процессе, дальше я вам просто по видео расскажу, можно было определённые правила установить, я не буду, опять же, на них останавливаться, просто вот что есть такая функция тоже, это всё идёт, в общем-то, из Второй цивилизации, всякие настройки, карты такие углубленные. Ну, и как и в первой цивилизации, были определённые нации с одинаковыми цветами, например, Россия белая, ну, вот все, кто по горизонтали, вот сейчас, сейчас я остановлю кадр, вот видите, три нации по горизонтали, это нации с одинаковым цветом в игре, то есть Рим, русские и кельты появляются в игре одним цветом белым, и одновременно в игре они просто не могут быть. То есть, если вы играете за русских, а мы сейчас будем за них играть, то против нас точно не появятся Рим и кельты. Ну, и вот остальные нации, семь наций максимум в игре, они все разных цветов. И когда рано уничтожается какая-то из наций, её заменяет другая нация того же цвета. То есть, например, если вы, например, в игре играете против Японии, её уничтожите быстро, то могут появиться Вавилон или Зулусы. Ну, вместо Ленина я уже не буду так эгоистично писать своими фамилию. Будем играть за стереомаха. Это брат неизвестный Мономаха. Вот интересная тоже особенность. Можно было стиль городов выбирать из четырёх разных. Так как мы Россия, то выберем средневековый стиль Европы. Хотя, конечно, здесь стиля близкого к России нету из представленных. Ну, понятно, что я вам не буду показывать летсплей по всей второй цивилизации. Вот я уже немного вперёд промотал. Основано несколько у меня городов. Кстати, вы сейчас слышите Генделя, королевские фейерверки, и эта музыка не из игры. К сожалению, у меня были довольно большие технические проблемы запустить вторую Циву. В итоге мне пришлось находить виртуальную XP, запускать виртуально Windows XP под моей семёркой, Windows 7, там запускать уже Циву, потом под эту XP находить программу, которая записывает видео, и она, звук, как я не бился, в общем, я так и не смог с её помощью записать звук. Поэтому, вот я опять пользуюсь классическим заменителем, Генделем, спасибо ему большое, тем более, что авторские платить ему не надо. А вот в самой игре музыка, кстати, очень приличная для 96-го года, и вообще, вот, вторая, третья и четвёртая части «Цивилизации» отличались очень качественным музыкальным сопровождением, а начальная песня из четвёртой Цивы вообще для меня была хитом долгое время. К сожалению, вот пятая часть с этим подкачала. Вернусь к истории знакомства со второй Цивой. И вот я пришёл к своему другу домой, принёс этот диск, и мы быстрее её установили. Конечно, там поразвлекались с избавлением от лицензионности, там какие-то пиратские замуты были, ещё на русском языке как-то странно было переведено крикозябрами, но неважно. Мы запустили, и когда у нас появилось на экране, вот, примерно то же, что вы сейчас видите на своём экране, мы закричали «Ух ты, трёхмерная Цива!». Ну, вы понимаете, что молоды были, не разбирались, настоящая трёхмерная Цива только четвёртая часть стала, а вторая просто в изометрии. Но по сравнению с первой цивилизацией, где были плоские квадратики, на которых смотришь сверху в разрешении 320 на 240, по-моему, и с какими-то рисунками, которые вообще непонятно, что там нарисовано. Например, у меня поселенцы в первой циве, это какие-то уточки в шапках. Но вторая цива выглядела просто каким-то пиршеством для глаз. И вот обратите внимание, сейчас я её запускаю на современном мониторе с современным разрешением под XP, и она тоже нормально выглядит. То есть её... Ну вот сейчас я, правда, с ацтеками общаюсь, видите, он в таком квадратике, в прямоугольнике, потому что, видимо, под разрешение 800 на 600 делалось. А видео именно делалось под такое разрешение. А сама игра, вот там, где юниты двигаются и так далее, она замечательно масштабируется и сейчас. И выглядит сейчас вполне сносно. Ну, естественно, нету никаких анимаций, видите, море не двигается, юниты только мигают, они что-то делают. Но по сравнению с первой цивой, которая мне даже пришлось растягивать для вас, чтобы видео не было 320 на 240, а хотя бы побольше, то здесь я спокойно снимаю с разрешением 1280 на 720, вот оригинальную цивилизацию, ничего с ней не делаю. То есть, всё замечательно масштабируется. Ну, а тогда, я, кстати, купил её не в 96, а в 97 году, тогда вот эта вторая цива по сравнению с первой, а было вообще офигеть. И тут столько всего нам казалось нового. Хотя вот сейчас я делаю обзор и понимаю, что по сравнению с первой цивой, если не считать графику, то нововведений не так уж и много. А вот, кстати, небольшое уточнение. Я тут просто почитал о том, что во второй цивилизации появилось, и пишут, что в разработке вот этой второй части ни Сид Мейер, ни Брюс Шелли участие не принимали, несмотря на то, что в названии имя Сид Мейера есть, но это товарный знак. Вот. То есть, благодарим больше Брайана Рейнольдса, видимо, за вторую циву, тем более, что он многие идеи отсюда потом перенёс и в Альфа Центавру. Ну, так вот, по сравнению с первой частью, изменения не очень-то велики, но новые юниты, само собой, там, новые цивилизации, если в первой было их 14, то, по-моему, сейчас 21. Чудеса света, технологии, графика, вот, офигенная стала. Кстати, появление чудес сопровождалось видео с музыкой, ну, то есть, тогда это вообще смотрелось офигенно, причём потом в других частях цивилизации от этого и отказались, и вот в пятой цивилизации, ну, правда, тоже прикольный, очень качественный арт в пятой цивилизации со своим собственным стилем, но это не сравнится с тем восторгом, который был во второй цивилизации, когда вы строили чудо и вам видюшку показывали. Так, сейчас я вам, наверное, может, какой-нибудь покажу, кстати. Вот, например, какой ролик и с какой музыкой показывали после окончания строительства колосса. Я вот в таком маленьком окошке вам показываю, потому что, ну, это примерно в таком вот разрешении они были эти ролики, 160, по-моему, на 130 точек, и чтобы не растягивать, вы же понимаете, что если я это растяну в 10 раз, на 1280, на 720, будет все в пикселах. А так вот такой ролик, оно, там и натуральные съемки совмещаются и с картинами прошлого, и вот пишут название, и что он дает. Города производят одну дополнительную стрелочку торговли на тех клетках, которые уже производят одну клеточку в этом городе. Да, в этом, в этой циве были два таких разных ресурса, которые в последующих объединились. То есть золото было отдельно, монетки, а еще был ресурс торговли, вот такие стрелочки. Об этом, опять же, позже. Одним из основных нововведений в механике боя, вот видите, появились очки жизни. То есть он не сразу, юнит, который напал на мою фалангу, умер, а у него вот уменьшались очки жизни. И у моего юнита тоже уменьшались. И это, в принципе, опять же, дошло аж до пятой цивилизации. Появилась вот во второй. Ну, юниты прокачивались тоже, но всего одна прокачка у них была, они становились ветеранами. То есть начинали воевать круче. Вот я пытаюсь великую библиотеку достроить. Кстати, во второй циве это убер вообще чудо света, потому что построив великую библиотеку, вы получаете технологии, которые открыты хотя бы двумя цивилизациями другими. То есть, собственно говоря, построив великую библиотеку, вы можете забить на науку, вообще не строить научные здания и начать клепать армию и всех завоевывать. Все равно практически все современные техи вы будете получать одновременно со всеми. Именно во второй циве появились сценарии. Вот я вам вначале показывал, что можно было запустить сценарий второй мировой, сценарий римской империи. до этого можно было только на сгенерированных картах играть. Впервые появилась возможность модернизировать устаревшие юниты, но, к сожалению, не для всех. Опять же, нужно было построить убер-чудо-света под названием Мастерская Леонардо, тогда у вас все ваши юниты автоматически модернизировались в более новые. То есть, опять же, с библиотекой, великой библиотекой Мастерской Леонардо вы не будете иметь никаких проблем в игре даже на тяжелых уровнях сложности. Ну, правда, там надо их построить, там это будет тяжело довольно. И вот вы склепаете огромную армию, и вам не надо уже париться о том, чтобы модернизировать. А все остальные, то есть, вы спросите, а как же остальные нации? А они воюют старыми юнитами. Открыли новый юнит. Будьте добры заново строить армию из вот этих свежих продвинутых юнитов. Ну, как и в первой части, победить можно было всего тремя способами. Да, кстати, у нас Гендаль закончился, теперь пятая симфония Маллера. Всего тремя способами либо всех вынести, либо улететь в космос, либо по очкам после окончания всех ходов. Так что в этом плане ничего нового, никаких культурных побед и прочих дипломатий. Еще очень важное нововведение, которое не относится непосредственно к игровому процессу, но которое очень повлияло на любовь ко второй циве и ее долгожительство, потому что очень долго люди ее использовали, меня тут кошка мяукает, это то, что можно было создавать собственные моды, изменяя и улучшая игру. Ну и собственно это опять же как и другие идеи, о которых я рассказал, осталось и в третьей, и в четвертой, и в пятой цивилизации. Очень много людей свои сценарии придумывали, свои нации, и это очень помогло продлить жизнь второй циве. И тогда интернет был только в зачаточном состоянии, например, у меня его и не было где-то до третьей цивилизации. И вот эти всякие моды и нации у нас продавались на дисках, видимо, причем не выпускающиеся вот самой фирмой Фераксис, потому что она тоже выпускала и дополнения, там, я помню, Фэнтези Ворлд было ко второй циве, а именно пираты, видимо, скачивали всякие модификации людей, поклонников, которые выкладывались уже тогда в интернете, и продавали их вот так ваши любимые пираты зарабатывали денежку. Ну вот да, я опять посмотрел, почитал о второй циве на всяких форумах, выходили именно дополнения к игре, которые на сценариях строились, то есть вот Конфликт Син Цивилизейшн 97-го года, 20 новых сценариев, Фантастик Ворлдс, который я покупал, помню, тоже 97-го года, там 19 новых сценариев, он мне ужасно не понравился, потому что там были именно фантастические сценарии, всякие эльфы, гномы, прочие, билибердень какие-то, ну, я просто, мне цивилизация нравится, потому что это как бы такая модель мира настоящего, ну, то есть там прошлые цивилизации, что-то такое, а когда оно превращается в героев меча и магии, я могу поиграть в героев меча и магии, эту игру поставив, ну, ладно, это отклонение, и еще мультиплеер Gold Edition Test of Time, причем некоторые это называют цивилизацией 2.5, 2.5, то есть там очень большие переработки были в этом плане, и она выпускалась скорее как конкурент Call to Power тогда, ну, то есть там были вообще проблемы с маркой цивилизации, неизвестно, что дальше с ней будет, продавали вот этой конторе, которая Call to Power выпускала, в моем представлении Call to Power вообще мертворожденный проект, такой к стратегиям мало относящийся, ну, неважно, вернемся к нашей вот второй цели, если вы следите за происходящим на экране, то видите, что я во всю воюю, уже завоевал Цингтао, один из китайских городов, и Хладир, это один из городов викингов, вообще вторая цива, она располагает именно к военной победе и к расползанию городов, и цивилизации вообще с первой по третью, они заставляют игрока как можно больше городов строить или завоевывать, потому что побеждает тот, у кого больше городов, таковая механика игры, с другой стороны компьютерные соперники ну очень обидчивые, я не помню, то ли я на викингов, то ли на китайцев здесь напал, нарушив соглашение о мире, и все остальные нации, даже которые появились после того, как я вот вынес, ну вот я Китай, например, вынес, и вместо Китая, ну в другом месте, естественно, на карте появились персы, ну потому что они такого же цвета, как и китайцы, так вот, и они мне еще припоминали, что я вот нарушил мир, ну вообще, я так и не смог задобрить никакую цивилизацию, и только благодаря строительству ООН цивилизации, остальные стали со мной вменяемо разговаривать, а бонус ООН в этой игре, что все цивилизации, к которым вы обращаетесь после строительства это чудо, обязаны с вами заключать мир, вот так. Изюминкой второй Цивы, кстати, вот для меня, я всегда об этом почему-то помню, оказался экономический строй-фундаментализм, то есть здесь были уже привычные нам демократия, республика, монархия, деспотизм, коммунизм и внезапно фундаментализм. Причем этот экономический строй где-то в середине игры, когда он открывался, очень был крутым именно для войны, потому что мало того, что только при фундаментализме можно было строить военного юнита фанатика, который очень силен в защите, так еще и содержание юнитов, 10 юнитов на город бесплатно при фундаментализме. Ни один другой экономический строй такого не позволяет. То есть если вы у вас много городов и вы решите всех вынести ранним рашем, то фундаменталист ваш выбор, фундаментализм. Единственная проблема, что у вас сразу в два раза ухудшается наука. Но если вы впереди открыли уже юниты, с помощью которых вы будете выносить, и они самые продвинутые, то переключение на фундаментализм, на несколько десятков ходов, в течение которых вы будете выносить всех и вся, себя оправдывает. Но вообще экономический строй это парадигма во второй циве в моем понимании, как и в первой, не очень была продумана, потому что коммунизм здесь рулил, получается намного круче, чем республика и демократия внезапно. Причем даже на науку он нормально, не сильно влияет. Так что в конце игры включается коммунизм и добиваются остатки, кто еще не умер. А демократия и республика, например, очень сильно мешали вести войну. При демократии вообще мог просто выступить сенат и сказать, знаете что, типа страна не хочет войны и автоматически заключить мир с вашим соперником. Нормально, да? Это вот расскажите сейчас американцам, которые, по-моему, самая воюющая страна на данный момент, при этом у них демократия. Также во второй циве впервые появилась возможность конвертировать производство в деньги. Как вот сейчас уже можно производство даже в науку конвертировать, а во второй циве пока только в деньги. При открытии капитализации в городах вот эта самая капитализация начиналась, и там какой-то процент конвертировался в деньги. Интересно, что вот в комментариях к видео о первой цивилизации многие игроки, я там спрашивал, с какой цивилизации вы начали знакомство с серией, писали, что начали со второй цивилизации, причем не на компьютерах, а на PlayStation. То есть она была портирована на PlayStation. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, как можно в циву играть с геймпада, но вот люди писали, что днями просто засиживались перед второй цивой, именно с геймпадом. Но я вот опять же почитал, и оказывается, что не только на PlayStation была портирована Цива, но и на Nokia N-Gage даже. А вот Atari в 2002 году выпускала переделанную под Windows, но я что-то эти версии не нашел, не знаю, может, плохо искал, и поэтому мучился с запуском игры. А тем временем пятая симфония Маллера закончилась, и уже звучит Бранденбургский концерт, Иоганна наше все, Себастьяна Светбаха. Ну, давайте остановлюсь на некоторых фишках геймплея. Вы, кстати, вот видите, тут три ползунка, это налоги, сколько денег на науку уходит и на роскошь. Ну, дело в том, что во второй циве, в первой, по-моему, даже еще в третьей, деньги не шли на содержание юнитов, юниты содержались за счет продукции, ну, там, в отличие от всяких экономических строев, там, разное количество счетов, например, при коммунизме три юнита бесплатно от города, а потом каждый следующий юнит стоил один щит. Ну, щит – это аналог сейчас молоточков. То есть, например, город, у него там производство было 25 щитов, давайте я вам лучше буду молотки говорить, чтобы вам было понятнее и с теперешним положением. Например, производство 25 молотков, но если у него при коммунизме уже четвертый, пятый юнит шел, то производство у него снижалось, то есть, становилось 24 молотка, потом 23 молотка и так далее. Поэтому, мало того, что важно было следить за вот этим производством, так можно было еще и юнитов переселять в другие города. Например, у вас есть какой-нибудь маленький захолустный городок, который вряд ли что-то будет производить, недалеко крупный город, который клепает постоянно юнитов. Так вот, прежде чем отправлять их на передовую, вы ведете этот юнит в этот захолустный городок, селите там, потому что по-другому никак, надо было обязательно этот город перевести, и потом уже отправляете на войну. Теперешнее, вот, что в четвертых, пятых, да и в третьей тоже, мне система больше нравится, потому что здесь, вот видите, золото, оно как-то, как отдельно, знаете, какой-то такая парадигма, которая отдельно от всей игры находится, то есть вы золото можете тратить на науку и на роскошь, ну, и на содержание, правда, еще вот, на содержание построек в городах, но оно как-то, ну, блин, по-левому, что ли, оно вот не воспринимается как часть игры, может, правда, сейчас тогда-то все казалось логичным, это я сейчас так говорю, наигравшись уже, а между прочим, вообще после пятой цивилизации, сейчас как-то играл, очень сложно перестраиваться с пятой цивилизацией на вторую, например, потому что уже привык к определенным действиям, то есть сложно было опять себе включить, что можно юниты на одной клетке держать все большим стеком, что тут вот по квадратикам ходить, а не по гексам, кстати, интересно, во второй цивилизации, обратите внимание, если будете играть, если вы нападаете на стек юнитов, например, вы одним своим юнитом нападаете на стек из четырех юнитов и убиваете юнит, то все остальные юниты в этом стеке тоже умрут, представляете, можно одним ударом несколько юнитов убивать, но правда, тут я так накололся, когда привел шестерых, по-моему, рыцарей под город и всех их потерял за один ход, на меня только всего один, вот видите, два юнита уничтожены, вот только что было написано, хотя только один раз я атаковал, так что имейте в виду, если будете играть, и по поводу того, если будете играть, вот помните, я в первой циве в видео, я даже не доиграл до конца игру, а вот вторая цива, я тоже думал, что я ее не доиграю, но вы представляете, она меня что-то захватила, и я полностью от начала до конца сыграл партию, и даже несмотря на то, что то, что я побеждаю, было понятно далеко до середины игры, надо было сложнее уровень ставить, но все равно мне было что-то вот как-то интересно доиграть до конца, наверное, и графика играет свою роль, потому что ну вменяемо она смотрится все-таки, и как-то много всякого, ну то есть приятно в нее играть, она как-то не так напряжна, как вот в первую, хотя отличий не очень много, так что если вы новичок, там начали свое знакомство с пятой и четвертой цивы, то, пожалуй, не стоит вот искать вторую цивилизацию и играть в нее, а если вы ветеран и начинали с первой и второй цивилизации, то знаете, что рекомендую вам вот установить и сыграть, я уверен, то есть я получил удовольствие, мне не жалко вот сейчас потраченного времени, и даже вот я делаю для вас это видео, я играл вот эту партию спокойно, там выделял время неделю и получил большое удовольствие. Обратите внимание, что интерфейс сделан под виндововский, тогда винда вообще очень модно была и то, что сделали циву и интерфейс под нее, по-моему, очень правильный тогда шаг был, во всяком случае, все интуитивно понятно, сейчас пройдемся по министрам, вот министр счастья, можно так сказать, показывает счастливых людей в ваших городах. Следующий министр, военный министр, а, нет, прошу прощения, городов. Ну, видите, тут не особо визуально понятно, то есть нельзя, к сожалению, по производству сортировать, по еде, то есть только проматывать, причем почему вот в таком порядке расположены города, я так и не понял, в каком порядке их расположены, даже не по алфавиту, не по степени основания или завоевания, не по развитию, и никак это сортировать нельзя. Единственное, что плюс, очень хорошо показано, что там производится, вот желтым юниты, белым строение, синим там чудеса, ну, это общее развитие цивилизации, очки, какие у меня чудеса построены, ну, такой общий взгляд. Ну, вот, наконец, министр обороны, вот у меня 15 поселенцев, 20 винтовочников, 2 в производстве, 16 кавалерия, но я вам напомню, может, опять же, новички не помнят, что поселенцы, по-моему, аж до четвертой цивы, являлись не только поселенцами, собственно, но и рабочими, то есть поселенцы и города основывали, и строили улучшения. Ну, вот интересная еще табличка есть, какие потери, вот белым это мое, а остальные цветами это другие цивилизации, зеленым вавилоняне, то есть, вы можете видеть, какие потери понесли ваши соперники, но это только в том случае, если вы там основали посольство. у меня, ну, вот общая раздемография, здесь, кстати, много, несколько есть строк, которые я даже не знаю, что означают, например, вот, размер семьи, что значит, потом, продолжительность жизни, что значит, на что это влияет, или что это показатель чего, какой размер, сколько у меня жителей в стране, непонятно. Казалось бы, производство должно вот продуктивити показывать, но есть еще и строка manufacturing goods, вот четвертая сверху, то есть, две строки производства, ну, не очень понятна метадемография, я уж, извините, я не разбирался, вот, министр иностранных дел, так как у меня построено путешествие Марка Пола, а это чудо дает посольство сразу во всех странах, а вот, кстати, видите, тут показана мои внизу наука, вот все, что таким цветом морской волны, значит, я открыл, а если оно не такого цвета, есть какой-то наука, значит, я открыл кто-то другой из моих соперников, ну, так как я тут уже впереди по всем параметрам, то как бы, ну, вот, мы сейчас смотрим немцев, что они какие-то агрессивные и воинственные, вот так, кого мы еще посмотрим, ацтеков, ацтеки у нас энрейдж, а, мы в войне, они вот цивилизованные перфекционисты, ну, то есть, у всех цивилизаций, опять же, начиная со второй, были определенные характеристики, их склонность к игре, ну, кстати, оно тут не очень сильно видно, вот, Англия экспансионист, то есть, видимо, много городов строит, но я как раз уже в этот момент Англию выношу постепенно, вот исследует паровой двигатель, четыре города всего осталось, ну, опять же, повторюсь, что это потому, что у вас, у меня посольство открыто в этих городах, поэтому я всю эту информацию вижу, без посольства этого не было видно бы, если вы не построите чудо путешествия Маркопола, то посольство размещается дипломатом, по-моему, после письменности уже дипломат, можно строить дипломата, и вы просто подводите к ближайшему городу, как бы, идете в этот город, и у вас вылезает менюшка, где можно выбрать сосновать посольство, украсить технологию и так далее, устроить саботаж, то есть, ну, во второй циве, конечно, дипломатия, лучше так сказать, шпионаж намного круче, чем в четвертой или пятой, а вот дипломатия, конечно, похуже, хоть все и ругают дипломатию пятерки, но во второй, то есть, здесь очень, как бы, не очень ты можешь повлиять на своих соперников, у них там что-то свое в голове, абсолютно свой борщ, и на наш борщ они не обращают внимания. так, кому-то что-нибудь писали, ну, вот видите, семь, да, шесть наций, не считая нас, причем персы, это уже новая нация, потому что я вынес китайцев, так как китайцев нет, то вместо них вот уже персы появились где-то на карте, то есть, на свободном месте. Да, бах у нас уже закончился, звучит финальный вальс из щелкунчика Чайковского. Ну вот, одна из фишек тоже второй цивилизации анимированные советники. К сожалению, видите, как они у меня тут тормозят, вот это все из-за звука, потому что как-то и звук не записывается, и за счет этого вот советники как-то странно тормозят. Сейчас я вам покажу, к сожалению, не вот в таком виде, а отдельно, что советники говорят. Прикол в том, что они мало того, что вам говорят что-то, но еще и между собой спорят. Видите, вот сейчас экономический советник говорит, что мы богаты, а на это ему военные отвечают типа того, раз мы богаты, так давай покупать стены, почему у нас мало стен. Ну вот, министр иностранных дел говорит, что надо улучшать свою репутацию с другими странами, а культурного советника они сделали почему-то под Элвиса Пресли. Причем и они три раза, два раза меняют одежду, то есть сначала они вот в таких античных одеждах, потом в одеждах средневековья и, наконец, нет в современных одеждах. Так, сейчас я вам покажу вообще их разговоры. Ну вот, такие видюшки появляются, только их пятеро находятся, ну вот, вы видели перед этим все пять советников на экране, вот, сейчас военный советник просит больше денег на войну, а ему противоречит научный советник и советник по экономике, типа того, что не стоит давать ему денег. Ну вот, типа, давайте больше построим кораблей и утопим в море крови наших соперников. вот, говорит, типа, чем вы планируете защищать города, построите больше стен. Ну вот, к сожалению, видите, я не могу вам показать их сразу всех пятерых. Очень классно у них между собой происходят перепалки, и, опять же, кто играл во вторую Циву, помнят вот именно этих советников, потому что дальше в остальных частях роль советников мало того, что снизилась, я, например, вообще не смотрю, что мне там советники советуют, так еще и они неинтересны совершенно. А вот я нашел, где всех сразу советников показать. При анархии вот такое происходит. Это в античности, это в средневековье, когда анархии, они так вот все между собой трындят. И, наконец, в современности. Вот так они выглядят и так вот разговаривают. Ну, вернемся к экранам информации о нашей империи. Научный советник, вот сколько осталось до открытия магнетизма, 9 ходов, что открыто нами, что открыто другими цивилизациями. Нет, то, что не открыто белым, это то, что не открыто, а цвета морской волны, это то, что уже нами открыто. И вот можно выбрать путь к чему-то, например, вот к коммунизму, что надо исследовать, чтобы открыть коммунизм. или какое-нибудь определенное строение. Вот я хочу, например, так, что мне тут нужно побыстрее открыть? Какое-нибудь чудо? Нет, давайте выберем все-таки просто коммунизм и окей, говорят, что надо исследовать паровой двигатель. К сожалению, опять же, древо технологии здесь не видно, то есть такое исследование наугад идет, я помню еще рисовал от руки свое древо. Дальше, такс рейт, я вам об этом рассказал, очень многие тоже рисовали древо технологии второй цив, у меня на картонке такой специально был, она у меня еще все не влезла, мне пришлось скотчем доклеивать еще картонку, как сейчас помню, вот выкинул, к сожалению, куда-то. В первой циве, когда ваши граждане были счастливы, они предлагали вам улучшить замок ваш, во второй циве, при высоком счастье, ваши подданные предлагали улучшить тронный зал, там сначала трон, ну, чем можно было выбирать, трон, занавесочки, вот тронный зал мой в середине игры вот так примерно выглядел, сейчас вам его еще раз лучше покажу, ну, как, так, самое начало еще, там дорожку можно было выбирать, покрытие пола, ну, прям, ну, вот, опции какие в игре есть, что показывать, что не показывать, ну, довольно, как Windows программа, здесь вот все быстро отмечается, по сравнению, конечно, с пятой цивой, например, где все очень монструозно, долго грузится и так далее, вторая, просто, верх удобства. Аж, смотрите, 16 мегабайт памяти требовалось, боже, боже, у меня сейчас скоро 16 гигабайт будет, а тогда 16 мегабайт это казалось много. Так, ну, тут все понятно по опциям, просто вам показываю, что, что есть в игре. И вот загрузка вот так выглядела, выбираешь игру, автоматически записывалось последние два хода, это никак, по-моему, не регулировалось. пять самых классных городов. Вот опять же, о чем я скучаю, к сожалению, сейчас этого нету в цивилизации, пять самых развитых городов на данный момент. Ну, как я понимаю, оно определялось только по количеству чудес света в них построенных, и чем больше чудес, тем, собственно, город на первом месте был, но все равно классно, как бы приятно знать, что твой город впереди. Советник по торговле. Ну, про караваны я вам расскажу немножко дальше, тут советник рассказывает, сколько город зарабатывает каждый и сколько тратит вся империя в целом. Вот видите, у меня вся империя 80 тратит на содержание, на 13 акведуков, на 11 банков, на 5 канализаций. Кстати, рост городов здесь осуществлялся только за счет еды, то есть счастье не влияло, не влияли. Так, ну вот, по поводу караванов, не, немножко позже все-таки про караваны расскажу. При достижении населения в 8 надо было строить акведук, чтобы он больше восьми рос, а при достижении населения в 12 жителей надо было строить канализацию, иначе просто город выше не растет. Ну вот, все чудеса построенные делятся на эры, и вот цвет означает страну, где построено, вот эти монголы построили статую свободы, а так все остальное практически мое. Ну, легкий уровень я тебе что-то поставил, надо было сложнее, конечно, ставить. Видите, у меня уже железные дороги есть. Во второй циве железные дороги не увеличивали скорость передвижения, а просто ее убирали. То есть, двигаясь по железной дороге, ваши юниты не тратили очков передвижения вообще. И, кстати, с этим был связан один неприятный глюк. Компьютерные юниты иногда просто таким образом в бесконечный цикл входили, и можно было очень долго ждать окончания хода. А тем временем Чуйковский у нас закончился, и мы слушаем Ноктерн для струнных Бородина. Так, ну, что я вам тут еще не показал? Экран города. Что у нас там в городе происходит? У меня там, видите, уже загрязнения идут вон рядом с Холодиром. Итак, Москва. Ну, жители, понятно, вот какие клетки обрабатываются, это все из серии в серию переходит, все можно выключать, выключаешь, можно менять, но тут, правда, только артист экономист, тогда больше золота дается, и ученый, тогда больше науки, то есть тут нету ни инженеров, ни кто-то у нас еще новый появились, либо обрабатывать клетки. Нету никаких великих людей, никаких очков великих людей, а так все то же самое в принципе. Ну, вот у меня загрязнения два город делает, то есть с течением времени загрязнение рядом с городом может появиться, а это вот торговые караваны как раз, то есть Москва дает одежду и дайс, а требует уголь, медь и шелк. Ну, вот золото и трейд и золото, то есть золото, как я понимаю, генерируется населением от налогов, то есть какое количество процентов налогов установлено и от количества населения будет даваться столько монеток, а трейд это то, что вот собственно на клеточках генерируется, то есть это все в золотую копилку идет, ну и продукция, видите, сейчас это щиты, вот у меня каждый поселенец требует две еды содержания, а юнит не требует, это наверное коммунизм сейчас установлен, судя по всему, ну и вот щиты вместо молоточков, снопы пшеницы вместо яблочек, которые сейчас есть, вот можно увидеть, где город находится на карте, сколько счастливых вот изначально вместе с постройками, то есть Колизей и храм уменьшают и чудеса вообще всех счастливых убирают, и наконец можно сам город вот так посмотреть, очень странное вообще изображение города, какие-то отдельно улочки, отдельно все так понаставлено, здание, знаете, как будто отдельно все построено, не ощущается, а стена, стена в городе, ворота и три секции с каждой стороны, прям за, ну, для того времени это было круто, это, мы сейчас можем поржать над этим, а вот для 96-го года это классное такое изображение города было, сейчас, конечно, этого нету, мы можем просто мышкой пододвинуть, придвинуть изображение и увидеть, как город наш выглядит в трехмерии, так что вот города, экран города выглядел именно так, так, что вам еще показать, ну, можно обратить внимание на улучшение рядом с городами, видите, та же ирригация, то есть сейчас это фермы называются, правда, можно было два раза улучшать ирригацию, а потом после, с открытием определенной технологии, еще и фермы можно построить и с дорогами то же самое, дороги изначально строятся, а потом еще железную дорогу, но, повторюсь, железная дорога здесь вообще убирают очки действия, то есть, можно за один было ход передвинуться из одного конца карды в другой, ну, шахты увеличивают, соответственно, отдачу продукции, ну, все как и сейчас, единственное, что вырубка лесов не давала никакого бонуса к производству, сами джунгли тоже ничего не дают, джунгли вообще стоило вырубать, они просто минус дают, были джунгли, болото тоже ничего не дают, пустыни, ну, в общем-то, в принципе, все типы местности и все улучшения остались, как и были, только единственная разница, что они по-разному дают бонус какой-то, отдачу для города, он, кстати, меня тут сразу попросили улучшить тронную комнату, заодно вам покажу, как это делалось, нажимается, вот, сейчас можно улучшить только вот эти колонны по бокам, видите, которые цветные, и занавеску, в общем, желтого и красного цвета, красные колонны по бокам, то, что цветное, можно улучшить, так, и что я выбрал тут, стену, вот, улучшилась стена, но и в связи с тем, что в скором дополнении введут караваны вместо торговых путей, расскажу о караванах из второй цивы, вот, я построил караван в Пекине, Пекин поддерживает масло, нефть, точнее, и что-то там еще, и вот мы видим, что Минск и Нанкин, им нужна нефть, а, вот еще драгоценности, драгоценности нужны в Тронхейме, Кантоне, Цинктау, Кентенбери, Варвике, Табризи и так далее, я выбираю, какой из этих вот нефть и повезу нефть в тот город, которому она требуется, сейчас надо выбрать, ведь я переключил на другой уровень, ну, в начале игры каравана, тут у меня уже фрахт, называется, потому что я в современной эре, тогда верблюдики, караванчики, верблюдики заменяются фрахтами, а, в Минск, вот видите, я могу сразу и установить торговый путь, потому что Минск требует нефти, заработал 201 рубль за один ход и установил торговый путь, и теперь вот, если мы зайдем в Пекин или Минск, видите, с Минском нефть плюс 3 золотых, каждый ход мне будет капать, причем с каждым ходом будет постепенно увеличиваться, то есть мы одномоментно, и вот видите, уже в скобочках, это то, что уже используется, то есть этот ресурс с еще одним караваном невозможно будет передать, то есть, грубо говоря, вот с Минском можно 3, Минск может 3 каравана отправить и принять 3 каравана, вот мы сейчас, это я в Пекине смотрел, сейчас в Минске посмотрели, понимаете, да, но кроме, ну вот еще в Твейд-Эдвизор, что я до этого открывал, мы можем смотреть общее состояние, вот, например, уран, а, уран нигде не требуется, и нигде не, видимо, еще технология недостаточна, вот уголь, уголь требуется во многих городах, он вообще везде требуется, и нигде не содержится, ладно, где нужно, надо что-то открыть такое, чтобы и то, и то было, шерсть, вот, шерсть требуется в Йорке, Ковентре и Кашгаре, и производит ее Табриз, то есть в Табризе строится караван, и с шерстью отправляется в эти 3 города, 3 города, кроме того, караваны могут еду передавать, то есть вот там вот был, видите, я выбирал либо уголь, либо драгоценности, либо фуд-суплай, то есть я мог с караваном передать, ну, к сожалению, по-моему, только один снопик вот сена, один, одну еду в город, который, мне кажется, может голодать, или которому требуется еда для роста. Как я понял, в новом аддоне можно будет передавать все, то есть и еду, и производство, молоточки, и, что там еще, ну, и деньги, соответственно, тоже. Таким образом вы сможете распределять излишки вашей империи по разным городам, же, если вы хотите, чтобы они равномерно развивались. То есть это будет еще одна дополнительная интересная особенность Цивы. И вот поиграв во вторую Циву, мне здесь механика караванов очень понравилась. Это было интересно, в всяком случае, смотреть, где что требуется, и передавать туда товары. Единственное, что вот эти товары, там, например, вот в Китае он поддерживает уголь, драгоценные камни, требует нефть, вот это все от балды написано. То есть это не влияет на те ресурсы, которые рядом с городом. Вот смотрите, поддерживается одежда, золото и драгоценные камни. Это не значит, что рядом с этим городом есть месторождение золота или драгоценных камней. Нет, просто вот игра как-то так это рандомно распределила. А в аддоне я думаю, что все-таки это будет зависеть от ресурсов, которые рядом с этим городом находятся. Ну, это, конечно, мои такие клеветнические измышления, а если вы это видео еще и смотрите после того, как аддон вышел, то вообще вам, наверное, это смешно слушать. Кроме того, караваны убыстряли строительство чудес света, то есть они во второй циве играли роль таких великих инженеров. Можно было начать строить чудо в каком-нибудь городе и одновременно с этим во всех остальных городах строить караваны и чудо построить практически за несколько ходов. Ну, или там заранее караваны строить, уже подгодав к этому чуду. Так что караваны были важной частью. Ну, кстати, вообще чудеса можно было завершать и обычной покупкой, то есть в нынешних же цивах нельзя купить чудо света, а тут можно было совершенно спокойно завершить. Более того, можно было переключаться с производства одного на другое. Только разных типов нельзя было переключаться. То есть если вы строите здание и переключитесь на строительство другого здания, то у вас молоточки сохранятся. А если вы строите здание и переключитесь на строительство юнитов или, например, чудо света, то вам напишут, что вы потеряете 50% уже накопленных молоточков. Если согласны, то можете переключаться. Напомню, в современной циве такого нету. То есть все, что вы строите, оно идет именно к этому типу, что вы строите. Строите библиотеку. Все идет в нее. Переключитесь на храм, значит придется храм строить с самого начала. Ну, по-моему, это правильнее. Мне такая механика больше нравится и больше импонирует. На этом позвольте рассказ о второй цивилизации завершить. Опять у меня какие-то длинные видео получаются. практически час, хотя планировал опять же недолго это рассказывать. Спасибо, что дослушали до конца. Естественно, когда-нибудь выйдет видео и про третью, и про четвертую цивилизацию. Играйте в умные, интересные игры, играйте в цивилизацию. Вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша играет, на который я рекомендую подписаться. И удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok